Приветствуем вас на передаче Эндрю Уомак и Истинная Евангелие. Его служение уделяет особое внимание Божьей, безусловно, любви и благодати. Теперь давайте послушаем Эндрю. Добро пожаловать на передачу Истинная Евангелие. Сегодня пятница, и я продолжаю учить по теме, которую начал в этот понедельник. Я говорю о теме изменений без усилий. И я говорил о том, что если мы меняемся так, как Бог нам предназначил, это происходит без усилий. Это подобно сиянию семени. Оно растет само собой и вырастает в большое дерево. Также и Слово Божие, подобно семени. Если вы хотите перемен в любой сфере вашей жизни, в финансах, взаимоотношениях, эмоциях, здоровье, во всем, что вам нужно, все, что вам нужно сделать, это посеять в свое сердце семя Божьего Слова, и вы изменитесь без усилий. Перемены и изменения становятся непосильной ношей для многих людей, потому что они стараются измениться не так, как Бог это предназначил. Люди делают все по-своему, но просят Бога, чтобы результаты были от Него. Но надо делать совсем не так. Вот о чем мы говорили всю неделю. Те из вас, кто смотрел мою последнюю серию передач о том, как узнать и исполнить Божью волю, я еще раз процитирую один из предыдущих стихов, чтобы подтвердить, что изменения могут быть совершены без усилий. Согласно Римлянам 12.1.2, вот стихи, которые изменили мою жизнь. Я хотел исполнить волю Божью, искал, как это сделать, и нашел эти стихи Римлянам 12.1.2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Я уже разбирал эти стихи раньше, и мы очень много полезного из них извлекли, но хочу еще раз обратить внимание на несколько важных слов здесь. «Не сообразуйтесь с веком Сим». Слово «сообразовываться» на греческом обозначает буквально «быть залитым в определенную форму». Знаете, жизнь меняет нас. Вы закончите ее не таким человеком, каким ее начали. Когда вы были еще ребенок, на вас можно легко оказать воздействие было. Измените вас как личность. Жизнь и так меняет нас. Хотите вы этого или нет через различные воздействия, но вы можете выбрать, в какую форму она вас изменит. И здесь говорится, чтобы мы не превращались в форму этого мира. Чтобы мы не принимали форму этого мира. Как же это сделать? Перед тем, как я скажу, хочу кое-что уточнить. Уверен, что большинство из вас не хочет быть как все. Уверен, что среди вас, ваших друзей, родственников, есть те, кто пережил трагедии, горе, у кого нет никакой силы, противостоят депрессии, бедности, болезням, разочарованием, унынию. Если вы рождены свыше по-настоящему, то хотите измениться, хотите быть другим. Но как же это сделать? Я видел много христиан, которые хорошие люди, они любят Бога и действительно рождены свыше. Но если бы за христианство арестовывали, на них не хватило бы улик. Эти люди болеют не меньше неверующих, они живут так же в страхе, унынии, разочаровании, стрессе, из-за того, что с ними происходит, как и неверующие. Жизнь большинства христиан ничем не отличается от жизни неверующих. Потому что они приняли форму этого мира. Как же избежать такой участи? Здесь говорится, не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума. То есть это возможно через обновление ума. Если вы слушаете и думаете о том же, что и неверующие, если вкладываете в себя то же, что и неверующие, у вас будут и такие же результаты, и такие же эмоции, такая же бедность, и все остальное такое же плохое, как у остальных. Притча 23.7, там говорится, каковы мысли человека таков, и он сам. Ваша жизнь идет в направлении ваших доминирующих мыслей. Хотите изменить направление жизни, начните с ваших мыслей изнутри наружу. И здесь говорится, что ваше преображение начинается через обновление вашего ума. Слово преображение – это греческое слово метаморфоза, метаморфозис. Когда гусеница плетет маленький кокон, и потом из него выходит красивая бабочка. Она меняется из червя, который ползает по земле, и вообще мало кому нравится. Люди, как правило, не любят червей и гусениц, они им противны. Зато все любят бабочек, потому что бабочки красивые, они могут летать. И если вы хотите так же преобразиться из чего-то неприятного, отталкивающего во что-то красивое, что всем нравится, это возможно через обновление вашего ума. Куда уж проще. Но большая часть людей молится об изменениях и просят, чтобы Бог их изменил. Вместо того, чтобы взять и употребить Божье слово вовнутрь, так сказать, чтобы оно произвело перемены. Люди пытаются придумать способ сократить себе дорожку к переменам, чтобы ничего для этого не делать и не напрягаться. Уверяю вас, если вы послушаете меня, я вам абсолютно гарантирую изменения. В любой сфере. Если вы больны, гарантирую вам здоровье. Если вы бедны, гарантирую вам преуспевание. Если вы боязливый и стеснительный, гарантирую вам уверенность и смелость. Если вы не можете ни с кем ужиться, найти общий язык, я гарантирую вам, что вы будете находить общий язык со всеми. Вы этому можете научиться. Этому можно научиться через слово. Это гарантировано ваше. Многие говорят, это невозможно. А я говорю, возможно, если будете пребывать в Божьем Слове и размышлять над ним. Вы преобразитесь через обновление вашего ума. Римлян 12, 2. Иисус Сыновин 1, 8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Об этом же говорится в Первом Псалме. Если ты не сидишь на собрании развратителей, но пребываешь в Боге, то будешь как дерево, посаженное при потоках вод, будешь приносить плод в свое время, лист твой не будет увидать, и во всем, что будешь делать, будешь преуспевать. И таких обетований в Библии очень много. Я прочитаю еще стих из 18-го Псалма. Здесь еще одно обетование о Слове Божьем. Та же самая мысль, что Слово Божье нас меняет. В Псалме 18, 8-м стихе, говорится, «Закон Господа совершен, укрепляет душу, преобразует душу». Еще в другом переводе. Ваша душа преобразуется, она укрепляется. Ваш дух уже рожден совершенным. Когда вы родились свыше, вы стали подобны Христу. Но ваша душа, ваши умы, эмоции, в душе бывают разочарования, сомнения, страх. Душа, ее нужно преображать. В Псалме 18, 8-м, там говорится, «Закон Господа совершенно укрепляет душу». Если вы сегодня разочарованы, то я гарантирую, что это разочарована ваша душа. Ваш дух совершенен. Галатам 5, 22-го говорится, что «Плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и вера». Вот что есть в вашем духе. И эти качества никогда не меняются и не перестают. Если вы в депрессии, гарантирую вам, внутри вас ваш дух прыгает и скачет от радости, прославляя Бога. А унывает ваша душа, а не ваш рожденный свыше дух. Как же повлиять на душу, чтобы она была в согласии и единстве с духовным человеком? В 18-м Псалме говорится, что Божий закон совершенен, укрепляет душу. Если вы в депрессии, вам всего лишь нужно обратиться к Божьему Слову, и оно будет вас укреплять и воодушевлять. Я уже сотни стихов об этом привел на этой неделе. Помню, когда оказался в армии, до этого совсем недавно, и я загорелся, так сказать, для Господа, поэтому я и не знал Слово Божье очень хорошо. Я мало вообще чего из него знал в армии. Я испытывал определенные гонения. Когда я был в форте Диксон, Нью-Джерси, когда я заходил в казарму, если люди говорили, не замолкали и шикали, шептали «Проповедник пришел» и уходили из комнаты. Когда я садился, например, в столовую за стол, люди вокруг брали свои подносы и уходили за другие столы. За полтора месяца со мной никто не разговаривал. Люди ненавидели меня и ругали меня. И знаете, мне все это было невесело. Помню, когда на выходные люди уехали в Нью-Джерси в увольнении, и в течение восьми часов я сидел в казарме и читал Божье Слово. И когда я закончил читать, я настолько был воодушевлен, я настолько горел Духом Божьим, что чувствовал себя как Давид, который сказал, что с Богом может поразить войско и взойти на стену. Слово меня вдохновило. Это же говорит и Писание. Слово Божье укрепляет и преображает вашу душу. Если вас кто-то обидел, вы разочарованы, обратитесь в Слово Божье и читайте его, и Бог воодушевит вас. Знаете, меня многие ругают, потому что им кажется, что я не имею сострадания к людям. Но на самом деле у меня немного терпения к тем, которые имеют в своем распоряжении Божье Слово, а имеют Духом Божьего, могут молиться языками, ведь Слово говорит, когда мы молимся языками, то назидаем себя в Духе, Святейшей Вере, и воодушевляемся в Господе. И при этом такие люди унывают. У вас есть все эти благословения, а вы унываете? Выньте соску из-за рта и повзрослейте. Почему я должен терпеть таких людей? Христиане сегодня жалуются, как им тяжело, как все плохо. Да, мне не нравится большая часть христианской музыки, потому что в ней поется о том, «Боже, как трудно жить, Господи, помоги нам жалобы и нытье под музыку». У вас столько благословений, есть Слово Божье, поэтому вытрите слезы и повзрослите. Божье Слово совершенно, оно преобразит вашу душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Псалом 18, 8. Обычно христиане говорят так, «Неисповедимы пути Господни, мы не можем знать Божьего проведения, потом нам что-нибудь откроется, и мы все поймем». Так христиане смирились со своим невежеством. Однако в Библии в Фессианам 5, 17 говорится, «Так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Откровение Господа, Слово Господа верно умудряет простых, говорится в 18-м псалме. Слово «простое» обозначает простока, человека не слишком умного. Вся книга притч написана для таких. Автор говорит в первой главе, что она написана для того, чтобы дать мудрость простым, тем, кто не имеет понимания. Много людей думают о себе, что они не блещут умом, но они не ждут, что будут что-то понимать, но Божье Слово сделает вас умным. В 118-м псалме, 99-м стихе говорится, «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущий боли из старцев, ибо повеление твоих раню. Если вы будете размышлять над Словом Божьим, оно сделает вас лучше и даст вам мудрость. Поэтому нам нет извинений, если мы ковыляем по жизни с песней, «Когда-нибудь, потом я все пойму». Дальше в 18-м псалме говорится, «Повеление Господа праведное веселее от сердца. Заповедь Господа светла и просвещает очи». Вот еще одно подтверждение, что если вы недовольны вашей жизнью, погрузитесь в Слово Божье, и Его заповеди обрадуют ваше сердце. Столько раз в моей жизни происходили события, от которых хотелось унывать, грустить. Когда тебя подводят люди и подставляют тебя, в том числе и служители, и такое часто бывало, я унывал. Но знаете, последний раз я унывал лет эдак 40 с лишним назад. Тот-то подумает, что я лгу, но это мое свидетельство, и это правда. Слава Богу. Знаете, как я смог этого добиться? Когда давление нарастает, и я никак не могу освободиться от нападок уныния, я просто провожу время в изучении Писания, потому что заповеди Господни праведные радуют сердце. Я знаю, что некоторые из вас ничего подобного не переживали, и вам непонятно, о чем я говорю. Сколько вы можете изучать Писание? Минуту в день? Пять минут? И все? Пошли на работу на целый день? Вы не можете воодушевиться за две, даже пять минут, а потом выдержать 16 часов пессимизма, негатива и хлам этого мира. Но я обещаю вам, что если вы погрузитесь в Слово Божье и будете размышлять над ним, то оно наполнит ваше сердце радостью. Так и есть. Таково обетование Божьего Слова. Смотрите, заповедь Господа Светла просвещает очи, она делает мудрым простака, открывает нам глаза. Она дает вам понимание. Вы начнете смотреть на все по-другому. Я уже проводил примеры, когда начался кризис, верующие немедленно начали жаловаться, говорить и думать, как неверующие. Я сейчас говорю о верующих, которые работают в служении. Их доходы снизились на 15, 20 и 30 процентов. Это потому, что они так говорили. С другой стороны, я провозглашал Слово Божье, что Бог восполняет мои нужды по богатству своей славы. И наши доходы выросли на 20, 30 процентов. Ценные бумаги моей жены выросли на 61 процент в цене, в то время как общий рынок пережил спад на 50 процентов. Если кто-то скажет, что это невозможно, что ж, не будите меня и не отговаривайте, потому что это мое свидетельство. И Божье Слово заставит вас глядеть на все по-другому, откроет вам глаза. И вообще, когда люди вокруг страхи продают ценности за гроши, это хорошее время для христиан покупать. Аминь. Здорово видеть, что Божье Слово меняет ваш взгляд. Приятновещие. В Салме, в 18-м, 10-м стихе, говорится, «Страх Господень чист пребывает вовек, суды Господни и истина, все праведные. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Если бы мы действительно верили в это, здесь сказано, что заповеди Господа вожделение золота и даже множество золота чистого. Если бы мы действительно в это верили, это означает, что мы должны бы больше времени тратить на изучение Писания, чем на зарабатывание пропитания и прочего. Кто-то считает, что это непрактично, мол, это делать нельзя. Конечно, вряд ли возможно сидеть целыми днями и читать Библию, но вы можете взять с собой то, что читаете в Библии на данный момент, а размышлять над этими стихами целый день. Та же часть вас, что волнуется, та же часть размышляет. Волнение – это тоже размышление, но только размышление над плохим. Когда вы волнуетесь, вы размышляете о том, что может пойти не так. Представляете себе это, думаете об этом, ведь возможно думать о своей проблеме целый день и при этом целый день быть на работе и трудиться. Так вот, такая же, та же самая часть вас, что волнуется, может размышлять об истине Божьего Слова. И хотя вы целый день работаете, вы можете пребывать в размышлениях об истинных Слова. Например, вчера я много работал, но при этом размышлял над преображением Иисуса, прочитал об этом утром и целый день об этом думал, хотя я занимался другими делами. В своих мыслях я постоянно размышлял о Боге и Его Слове. Получается, что я постоянно это делаю, хотя я не свяжу с Библией и не читаю ее. И, конечно, если вы не знаете, что написано в Слове, то и размышлять над этим не сможете. Это и так понятно. Поэтому, если вы только начали изучать Писание, вам придется много времени потратить просто на чтение Писания и читать необходимо. И дальше будет не переставать. В Слове всегда найдется для вас новое откровение. Но и когда вы не читаете непосредственно Библию, размышляйте над Словом. В Салме 5, 2, 3, как говорится, «Услышь, Господи, слова мои, уразуми помышления мои, внемли глазу в вопле моего». Писание. Получается, что размышление – это изучение Слова Божьего. Размышление – это молитва, размышление о Боге, о Слове снова и снова. Все это и есть пребывание в Слове Божьем. И дальше говорится, чтобы мы желали этого больше, чем золота, больше, чем меда, то есть больше, чем еды даже. Уверен, что пища контролирует жизнь многих из вас. Едва вы встали утром с постели, вам нужно поесть, ваше тело диктует вам, что есть и как, и если вы не поедите, у вашей плоти начнется припадок. Она диктует вам, сколько, где, как и что есть. Еда контролирует вас, но Бог хочет, чтобы Слово Божие вами управляло, и обещаю вам, что если вы будете это делать, то ваши очи будут просвещены, ваше сердце будет наполнено радостью, и ваша душа преобразится. Каждая сфера вашей жизни преобразится без усилий, если только вы размышляете над Словом день и ночь. В 18-м Псалме, 12-м стихе говорится, «И раб твой охраняется ими в соблюдении их великой награды». Боже, куда еще важнее, Божье Слово будет преображать вас и предупреждать вас, показывать вам будущее. Один из моих любимых стихов из Иоанна 16, 13, там говорится, что, «Когда придет Дух Святой, Он научит вас всему, и будущее возвестит вам». Это такая мощная истина. Большинство верующих живут так, будто в их жизни нет Господа. Божье Слово не показывает нам истины и будущего. Они идут, как слепые, маршируясь, слепо прямо в пропасть, потыкаясь и натыкаясь на все подряд. Тогда как Божье Слово говорит нам, что Бог возвестит нам будущее и покажет Его. Божье Слово покажет вам все это. Если Божье Слово пребывает в вас, если вы изучаете, что Писание говорит о последних временах, вы уже будете понимать, что происходит вокруг сейчас, что наступают в последние времена. Еще до того, как начался мировой кризис, Господь обратился к моей жене и показал ей, чтобы она вывела все наши деньги из обращения на рынке ценных бумаг. Что мы сделали? Потом начался кризис, цена бумаг стала падать, мы снова вошли на рынок, и наша прибыль составила 61%. Как все это произошло? Потому что Дух Святой будет показывать вам будущее. Говорю вам, братья и сестры, что мы не пользуемся теми благами, которые нам дал Бог. И, конечно же, есть сила Духа Святого и много других важных аспектов, но Слово Божье должно быть одним из основных инструментов того, как Бог говорит к вам, изменяет вас и дает вам направление в жизни. Так же, как говорится в Римлянном 12.2, не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума. Все так просто. Если вы постоянно проигрываете, как бы ни старались, когда случаются проблемы, жизнь бьет вас, как всех остальных, вы болеете, как остальные, у вас такие же волнения, страхи, вы, как все в депрессии, гарантирую вам, что это потому, что вы не пребываете в Божьем Слове день и ночь, не размышляете над Ним. Если вы действительно рождены свыше, но не вкладываете Божье Слово в свою жизнь, то в каком-то смысле вам некого винить, кроме самого себя. Бог дал нам все необходимое. Бог умер для того, чтобы была напечатана эта Библия, чтобы она была переведена. Люди отдавали за Слово свою жизнь, а у многих из вас она просто лежит на кофейном столике, у вас полно разных переводов, Библии дома, но вы едва ли берете ее в руки. Свет вашего телевизора вам нравится больше, чем свет Божьего Слова. Все это я говорю не для того, чтобы кого-то осудить, но показать, что все действительно так просто. Если вам нужны изменения без усилий, то Слово Божье — это семя, которое произведет все необходимые вам перемены в вашей жизни. Но для этого вам нужно проявить верность, взяв эту книгу и вложив ее в свое сердце. А сколько людей, которые чтут саму книгу, но не читают ее и не вкладывают в свое сердце? Однажды я был в гостях у одной женщины, нам дали чай, я поставил чашку на их семейную Библию, она закричала «Нет!» когда я это увидела «Что вы сделали?» Я быстро убрал чашку, заметил, что на обложке Библии, которая была покрыта пылью, остался круг от чашки. То есть она ее не читала, но очень уважительно к ней относилась. Я говорю вам, вам нужно перенести слово со страниц в свое сердце, как семя. Его нужно посеять, почву, иначе от него не будет никакого толку. Слово должно стать частью вас. Если вы это сделаете, то изменитесь без усилий. Я вам даю гарантию. Так было в моей жизни, и так происходит в жизни к тысяче тысяч людей, и я этому свидетель. Многие из вас хотят перемен, но вы не знаете, как это сделать. Я говорю вам, что это сделать можно так. Преобразитесь обновлением ума. Чтобы общаться с человеком, нужно узнать его получше. Вы знаете, что Бога часто представляют нам в неверном свете? Учение Эндрю «Истинная натура Бога» изложено в одноменной книге на русском и английском языке. Чтобы заказать книгу, позвоните в российский офис по этому телефону 812-371-6104 или свяжитесь с нами по электронной почте awmrussia-gmail.com или напишите нам на этот адрес. If you're watching this broadcast in an English-speaking country, you can contact our UK office to order products and make donations. Our telephone number is 01922-473-300. When calling from outside the UK, you must dial the International Calling Code. then 44-1922-473-300. Our helpline hours extend from 7 a.m. to 4 p.m. Greenwich Mean Time. Or you can go to our website at any hour. You can use credit card to make donations and receive ministry products 24 hours a day at www.awme.net. Once again, I want to remind you that our website is filled with ministry material that you can download free of charge. Remember, your donations to this ministry. Keep gospel truth on this station. We hope to hear from you today. Смотрите с нами продолжение евангельской истины. Я живу в штате Колорадо. У нас много разных пород деревьев, много лесов. И там есть скала, которую называют индейской головой, потому что эта скала похожа на силуэт индейца Махок. Люди постоянно приезжают туда сфотографироваться этот камень высотой в 30 метров. На вершине этой скалы я вытесал место между камнями в форме кресла. Там я часто сижу и размышляю над Словом Божьим. Эта скала огромна. Не знаю даже, сколько она может весить. Она просто гигантская. В середине скалы есть расщелина. Есть разные мелкие трещины, где скапливается вода, грязь, земля. Туда попадают семена, и они дают ростки прямо в середине этой большой скалы. И эти ростки выросли в деревья, довольно большие, на несколько метров в высоту. Они пускают корни, которые расщепляют эту скалу. Им хватает той немногой земли, которая попадает в эти расщелины. и эти огромные деревья, которые выросли на этой скале, они пускают корни, и они расщепляют эту скалу, огромную скалу. Я не могу расколоть эту скалу. даже молотом, и не знаю, сколько людей вы потребовали, чтобы трещину там сделать. А тут какое-то малюшенькое семечко раскололо эту скалу, и теперь из нее растут деревья. Прямо непреодолимая сила. Также Слово Божье. Какой бы тяжелой ни была ситуация, как бы ни было трудно, Слово Божье, посеянное в ваши сердца, пустит корни, прорастет и произведет изменения. Если только вы посеете это семя в своей жизни, эта сила просто непреодолимая. Вот так все просто. Вы можете подумать, разве может чтение книги изменить жизнь? Обязательно смотрите продолжение передачи Истинной Евангелия на следующей неделе.